Добрый день! Давайте сейчас рассмотрим интереснейшую фразу, правда эта фраза состоит из одного слова whatsoever. Чисто английская такая фраза, она часто начинающим трудна для понимания, да и не только начинающим, особенно в смысле, где ее правильно потребить. Итак, whatsoever. Кажется, что три слова склеили в одно. Она является более красивой, такой пышной формой, в принципе, слова whatever. Ну, давайте пока ставим whatever, давайте сосредоточимся на whatsoever. Итак, что же эта фраза однословная означает? Несколько вариантов перевести напрямую невозможно, поэтому мы дадим несколько вариантов русского перевода, английского, и я думаю, что у вас картина нарисуется этой фразой. Окей, whatsoever означает ни до какой степени, то есть не до малейшей степени, ни как вобще. Просто вобще. Чтобы ни. Понимаете, ну, я понимаю, что, видите, когда отдаешь отдельные такие варианты, краткие переводы, да, оно звучит как-то оторвано и непонятно, да. Мы сейчас перейдем несколько примеров предложений, я думаю, что все станет на свои места. Чтобы ни. Ни до малейшей степени, ни до какой степени. Окей, let's discuss it in English. Давайте на английском. Теперь тоже. Зайдем с английского угла, да, через английскую призму, и рассмотрим фразу. whatsoever means several variants of meaning. The first one is but at all in any way никаким образом. In any way third one or some or every or all without specification. Интересно такое, мне даже пришлось немножко подсмотреть, потому что, да, чтобы не перепутать. one or some or all without any specification. То есть или что-то, или несколько, чего-то, или кого-то, или вообще все, но не уточняя кто и чего, и как и когда, и зачем. Ну, скажите, совсем, да, еще хуже запутал. Окей, and the next variant is to any degree. Ну, как бы тоже, ни до какой степени. Alright, so we will now provide several examples of sentences with this phrase, and I think that you will understand it much better. Давайте сосредоточимся сейчас на примерчиках. Alright, number one. They had no knowledge of this whatsoever. So, no wonder, unfortunately, the whole thing went wrong. У них не было знаний в этой области вообще. И, естественно, к сожалению, как бы весь проект пошел, весь, блин, пошел комом, да, весь проект пошел на смарку. Whatsoever. Okay, number two. Even if she had any problems with her boss whatsoever, it wouldn't be mentioned in the report. Даже если бы у нее, или без бы, даже если у нее есть какие-то проблемы с боссом до какой-либо степени, как бы, или вообще какие-либо, это не будет включено в отчет. Example number three. Their search on the internet map of the location yielded no reference whatsoever to the exact position of the territory. весь их поиск в интернете данного местонахождения, весь их, как бы, анализ интернет-карты не дал вообще никаких результатов насчет точного местоположения этого объекта. То есть, видите, да, whatsoever, такие предложения более-менее длинные и, ну, не всегда, конечно, но более-менее богатые, поэтому я даже посмотрю, чтобы много слов, чтобы не забыть, что там у нас после чего идет. И если вы овладеете этим whatsoever, будете употреблять его красиво в своей речи, это показатель уже чего-то такого определенно хорошего насчет вашего английского. Окей, number four. The president had to admit that he exercised no control whatsoever of the company. Президенту, то есть руководителю пришлось признать, что он не осуществлял как бы никакого контроля, он не имел никакого контроля вообще, ни до какой степени над компанией. And number five. There is no indication whatsoever he cares about his future. Ну, нет никаких показателей, нет никаких признаков вообще о том, что он беспокоит о своем будущем. Alright, whatsoever. Даже я могу еще пару таких примеров от себя смотреть попроще, чтобы... I didn't like her performance whatsoever. Мне бы не понравилось ее выступление вобще. То есть в основном whatsoever означает как бы вообще, ни до какой степени. Okay, my friends. So, I wish you nice, beautiful English and see you in the following videos. Увидимся в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!